Всем привет! Меня зовут Василиса и вы на моем канале. Сегодня я снимаю для вас видео о том, что я беру с собой в Америку. Поехали! Самый сложный для меня процесс в сборе всех вещей, это выбрать, собственно, какие вещи я буду с собой брать. Обычно я собираю все свои вещи из своего шкафа и раскидываю их по кровати. Буду ношу сюда всю обувь, всю косметику, все-все-все. А потом уже достаю чемодан, наливаю себе какой-нибудь вкусный чаек, ставлю себе какой-нибудь фильм на айпаде и начинаю это все потихонечку собирать. Вот так выглядит мой чемодан. Он супер вместительный, громадный. У меня здесь всегда перевес, потому что я вообще не знаю, мне в сборе вещей. У меня никогда не получается уложить по 23 килограмма. Но этот чемодан очень удобен тем, что реально все поместится, все, что надо. И можно не складывать это маленькими рулончиками, не использовать эти пакеты вакуумные, чтобы все это вместить в маленький чемодан. Сюда поместится все. И особенно это очень удобно, если у вас есть какой-то замечательный представитель дистильного пола, который будет за вас это таскать. Сейчас я сложила все свои вещи здесь около себя. И сейчас по очереди буду вам показывать, что и как, и сколько я с собой беру. Начнем мы, наверное, с одежды, потому что это то, с чего я обычно начинаю. Давайте начнем с шоконного. Это джинсы, спортивные прикольные штаны, шорты, еще шорты, одна юбка, шорты. Это военные штаны, вдруг меня в армию заберут. И белые штаны. Это у нас все идет. Мой чемодан. Дальше у нас пойдут майки. У нас с толпком майки. В основном это такие базовые майки, которые куда все подойдут. Черные. Белые. Это обычные, в общем, майки. Вот еще серенькая с этим бантиком. Так. Опять просто черная. Просто белая. Розовая с такими классными истральчиками. Серая с клепками. Белая с цветочками. Это такая цвета оливкового. Такая вузочка. Еще одна белая с длинными рукавами. И опять просто черная майка. Дальше у нас идут всякие толстовки и свитера. Вдруг будет похолодание. Так. Это у нас такая прикольная коротенькая черная из пинк штука. Это такой черненький пиджачок. Не пиджачок. Свитер с бульдожкой. Мятная кофточка. Очень идет под загар. Кофта, которую мне подарила подружка канадская. Толстовочка у нас из Парижа. Я ее только что купила в Париже. Это та длинная штука. Кардиган, который я показывала в трехлетних образах, если вы помните. Так, перейдем к нарядным вещам. Такое платьице. Вот эта кофточка из того видео, где я готовила там всякие вкусности. Маечка. Также я беру такое платьице на пляж. Также я беру вот эту джинс-стопочку. Так. Потом вот это платье белое с такими прикольными бретельками. Еще у меня есть синяя кофточка на бретельках. Последняя, да, вроде вещь. Это такой черный кардиган, просто накидка, если мне встанет холодно. Тоже ко всему подходит. Тоже супер. Еще я беру с собой такой летний шарфик. На этом с одеждой у нас все. Осталась только та обувь, которую я еще не показала. Косметика, белье и еще всякие штучки. Давайте продолжим с обуви. Я беру с собой кроссовки. Обязательно потому, что я же спортсменка. Эти кроссовки вы уже видели во многих моих видео, наверняка. Босоножки на платформе. Еще одни босоножки на платформе. Золотые туфли. Босоножки у меня еще есть. Они очень дешевые. По-моему, стоили типа 10 долларов в американском таргете. И сегодня черные тоже универсальные туфли. Также я с собой беру пару балеток. Последняя пара моей обуви. Это мои коньки. Также помимо той сумки, в которой я еду в аэропорте, я беру с собой еще одну маленькую с собой. Для прогулок, для каких-то выпидов светских. С обувью, одеждой, сумками и, собственно, на этом все. Теперь перейдем к мешочкам для белья и посметик. Значит, у меня есть два вот таких мешочка для белья. Здесь у меня, ну, как-то нужно белье. А здесь носочки всякие, колготочки. И в косметике. Я беру с собой вот такую косметичку. Здесь не декоративная косметика. Такая уходовая, не поглажняющая крем для лица. Утренний, вечерний. Я не заморачиваю, пользуюсь им. Это такой флюис, который я купила буквально вчера, поэтому еще не успела разобраться, на самом деле, под кофем мне или нет. Его нужно наносить до крема с утра и вечером. И он немножко с плагеном разглаживает так кожу. Вроде неплохой, но пока еще неделю. Диски ватные. Дальше это крабик такой, деликатный для лица. Это та же фирма Ice Lab, что и шампун, и белья-мополаскатель. Очень ватный, не травмирует лицо, очень мягко очищает. И лак для волос большой, который у меня, собственно, скрепляет все свои варенья. Крем для рук. Крем для ног. Вообще здесь написано как бы для рук, но я использую для ног. Потому что вообще, когда вот вы ходили в магазин, последний раз, и видели там крем для ног, я ни разу не видела увлажняющую крему для ног. Может быть, индийская, что он где-то, но я не видела, поэтому я всегда покупаю крема для рук и мажем ног. Кстати, напишите мне в комментариях, если вы знаете какие-то классные марки или там фирмы, которые выпускают кремами для ног увлажняющие, я с радостью приму ваше предложение, прочитаю, и, может быть, не буду использовать вещи неполного значения. Также у меня есть такой смешной солнцезащитный крем. Я бы купила сейчас в горах, откуда выйдет флок, потому что там других нет, очень белые, вот прям как-то на лыжах когда катаются, у всех носы как-то белые, намазанные. Это вот он. Я пока не купила все нормальные, потому что я еду в Нью-Йорк, а не в Соликорн или в Санчелес, и, ну, если я поеду на океан, я думаю, что я там, как-нибудь, как-то защитнее себе. С этой косметичкой у нас все. Теперь я не декоративник. Декоративка у меня помещается вот в такую вот косметичку вместе с кисточками. У меня ее не так много, я ее не так много красит. Сейчас я вам действительно покажу самое основное. Тальсивер, который я использую вместо тоналки, пусть тоналки вообще не пользуюсь, это слишком сложный мой лицам. Тушь, так как я сняла свои накладные ресницы, я теперь использую тушь и туалетка. Ну, то я использую, использую именно эту. Вот все кисточки, которые мне нужны для моего потенциального макияжа. Я знаю, что они мне очень правильно хранятся у меня, а им нужно бы мне иметь какую-то отдельную штучку, куда их класть, но мне лень ее искать, поэтому я просто пользуюсь косметическую и не так же. Так, что у нас здесь еще? У нас здесь еще карандаш для бразиль, праймер для глаз, румяна, помада, которой, собственно, я никогда не пользуюсь. Я надеюсь, что нет. Лежит здесь еще гелевая подводка также. И также всякие просто минутирные стучки, но вот не исключить такие вот эти, как называются они. Также вот эта классная палетка, она для контуринга. Здесь у нас бронзер, хайлайтер. Сам, собственно, контур очень легко растушевывается и никаких особых усилий там не надо, чтобы не надо натирать на щеку до крови, чтобы его размазать. Также я обязательно беру с собой утюжок, который я, на самом деле, использую каждый день. Это не очень хорошо, я знаю, но мне очень нравится, что это мой возраст выглядит, когда я звереваю, поэтому приходится так делать постоянно. Также из того, что еще не поместилась косметичку, это моя расческа обычная и мои духи, которые, кстати, пустые. Наверное, я буду из-за убрать и просто куплю у нас автомобиля. Также я всегда беру с собой в самолет большую сумку, потому что это удобно, и мне всегда в полете надо много вещей, там воду, книжку, телефоны, всякая хия. Очень много таких сельников, но мне все это надо, поэтому да, она тяжелая, но все тут самое нужное. Что мне здесь, давайте я быстренько расскажу. Это кошелек с деньгами, карточками, правами, бла-бла-бла-бла-бла. Такая аптечка, там всякие пластыри, ну что-нибудь, если я вдруг упаду, ломаю свою ногу. Вторая книжка, которую я сейчас держу вверх ногами, которую я сейчас читаю. Паспорт там у меня с собой, естественно, это обычный гражданский русский, загранпаспорт и мой греческий паспорт. Также у меня здесь еще очень много всяких миниатюрок. Это вот мои духи в миниатюре, это такой карандашик, который, если ты запачкался, что со мной очень часто бывает, то так на него на одного и два раза, и пятнышка исчезает. Это помада. Ой, я ношу с собой удостоверение мастера спорта также, потому что иногда такое магает, когда тебя останавливают на дороге. Еще блеск, пилочка. Блеск для губ, которым я пользуюсь сейчас такая. Матрешечка я ее показывала в бьюти-боксе тоже. Это консилер небольшой. Краб для губ. О, эта штучка у меня есть. Это в самолетах, когда там такая двойная зачем-то разъемка для наушников. Сюда можно воткнуть свои, воткнуть ее, и очень удобно ей всех обмануть. И влажная салфетка из TFC. Все. Так, вот что у меня получилось, пока я все вам рассказывала. Тут жуткий бардак. Сейчас я это все буду складывать, и обязательно покажу вам конечный результат всей упаковки и всего этого в этом веганский чемодан. Ну что ж, на этом все. Я закончила собирать свой чемодан. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И за это ставьте мне пальцы вверх, если вы также возите с собой упуски, нужных и многих вещей. А также подписывайтесь на канал, если вы все этого не сделали. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.